Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Очень нравится один парень на работе, но он встречается с моей коллегой. Не знаю, что делать, каждый раз приходит на работу и видит их, это мучение. Смотрите, есть разница между симпатией к человеку, которая имеет свою векторность, которая имеет свое наполнение, которая имеет свою направленность и страдания, грубо говоря, муками редности. Есть разница между этими двумя аспектами и, соответственно, в первую очередь, мне кажется, что то, что нужно сделать, это разграничить. Мне кажется, что нужно разграничить эти два момента. То есть симпатия – это одно, вот, а страдания, что человек, грубо говоря, не с вами, это другое, вот. И, соответственно, нужно, на мой взгляд, постараться увидеть, значит, что с чем связано, вот, то есть, что за что отвечает в данном случае. То есть на что, ну, на что, грубо говоря, направлено, вот, ваша симпатия, допустим, допустим, для начала. И с чем связана ваша страдания, ваша боль. Вот. То есть, что такое симпатия? Симпатия – это, по сути, желание сделать человека счастливым. Это симпатия. Вот. То есть, когда я хочу, чтобы тебе было хорошо. Вот. И когда я хочу, чтобы ты был счастлив. Когда я хочу для тебя что-то делать. Это про симпатию, это про любовь, это про какие-то чувства, направленные на человека. Ну, я имею в виду на самого человека. Вот. И в то же время страдания, именно страдания, именно страдания, от фрустрации по поводу невозможности реализовать какие-то свои потребности. вот. Очень важно понять, очень важно увидеть, что это за потребности, которые вы пытаетесь реализовать в ваших страданиях. Вот. момент. Это очень важный, как мне кажется, момент. Да? если мы говорим в контексте вашего состояния. Вот. Вопрос страдания можно разрешить. Это не является проблемой. вот. Потому что во основе лежит ваш внутренний конфликт, и соответственно его выделение, выявление и разрешение это то, что может сделать психолог. в первую очередь для вас. Дальше что может сделать психолог это помочь подобрать способ выражения способ проявления ваших чувств. Вот. Да, то есть, чтобы они не лекарства оказываются как-то в натуре да, чтобы у вас и у нас была возможность их выразить чтобы у вас была какая-то возможность их проявить вот чтобы чтобы у вас была возможность с ними что-то сделать, ну, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Этот момент очень важно, как мне кажется, этот момент очень важно учитывать, конечно. В случае, если мы, опять же, преследуем цель, да, вам как-то помочь, да, разобраться в том, что происходит. А дальше вы спрашиваете, значит, о том, что вам делать. Ну, и всё делать, чтобы что. Наверно, наверное, сначала нужно детализировать вашу симпатию. Вот. То есть, ну, что я имею в виду под детализацией, да? Под детализацией я имею в виду посмотреть, из чего и с чем она связана. Вот. Я имею в виду вашу симпатию. Вот. Что она такое. Вот. И посмотреть на то, чего вы хотите в этом для себя, допустим. И чего вы хотите для молодого человека, допустим. Вот. И вот уже как-то исходя из этого, да, можно будет смотреть дальше. Вот. На то, в каком направлении вам двигаться. Вот. То есть, вы можете увидеть для себя какие-то моменты, связанные, значит, с вашими потребностями и лучше, ну, комфортнее, качественнее их реализовать. Можете увидеть то, как вы могли бы проявить свои чувства к человеку. Вот. Да? Ну, просто вот, как бы вы могли это сделать. Какие бы могли быть способы для этого, для вас. Вот. Ну, доступные способы вам, я имею в виду. И там дальше уже смотреть. Ну, получится что-то из этого, не получится. Вот. Это уже, я думаю, зависит не от вас. Вот. Точнее, не только от вас, это уже зависит. То есть, есть, там, ну, моменты, которые вот, на которые, точнее, вы повлиять не в силах, да? И это нормально. Вот. Поэтому мне нужно посмотреть, как мне кажется именно на то, что вы можете сделать в этой, ну, в этой ситуации. Вот. И уже, уже вот, как-то исходя из этого, да, дальше двигаться, двигаться и смотреть. Вот. В заключении я мог бы, наверное, сказать только то, что фунжебный роман не лучшая идея для отношений. Я мог бы так это сказать. Почему? Потому что всегда в этом аспекте присутствует Работа всегда присутствует. Вопрос. Значит, заработка какого-то. Вот. И, на мой взгляд, это очень-очень сильно осложняет отношения. Плюс, ну, делает людей, вот, в данном, ну, в данном случае вас, делает зависимым, если вы зависимы. То есть, у вас, вот, ну, что-то не получается, да, и вы вынуждены находиться в отношениях, то есть вы сделать, в принципе, ничего не можете. То есть вы не можете от человека как-то отстраниться, например. Пусть бы вам этого и хотелось бы. И в этом заключается довольно серьёзная особенность. что вы рады бы от него как-то отстраниться, отбалиться, но нет, нет такого возможности. Так что, такой вот здесь момент, пускай и, ну, неприятный момент. Ну, в этом всё. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего, всего самого доброго. Желаю вам всего. Продолжение следует...